Народ С помощью киноплёнки мы попытались сохранить для потомков хотя бы часть информации о наиболее интересных с нашей точки зрения событиях начала этого года в Житомире. На сцене областного музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги в канун Нового года впервые проводился театрализованный конкурс «Житомирская красавица». Субтитры создавал DimaTorzok Впервые публично развернуло свою работу Общество украинского языка имени Тараса Григорьевича Шевченко «Животоки». Его цели – возрождение украинской национальной символики, истории, фольклора, культуры. Появились в Житомире немногочисленные анархосиндикалисты. В рамках всеукраинской недели памяти состоялось торжественно траурное шествие. Представители многих общественных движений, люди разных возрастов, национальностей, убеждений, вероисповеданий прошли по улицам Житомира скорбный путь. Отдавая дань уважения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, репрессий 30-40-х и послевоенных лет, погибших в Великой Отечественной войне и Афганистане, жертв Чернобыльской трагедии. На Путякинке, за еврейским кладбищем, на месте массовых расстрелов, прошла гражданская панихида. Массовым шествием к вечному огню и монументу славы, возложением цветов, венков, гирлянд, отметили жители Житомира 45-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Великой Отечественной войне Говорит председатель Житомирского городского совета, народный депутат Украинской ССР Виталий Григорьевич Мельничук. Зима и весна этого года были насыщены у нас в Житомире многими событиями. Но если бы меня спросили, какое из них наиболее яркое, я бы однозначно сказал, что это избирательная кампания. В этом фильме, который вы посмотрите, запечатлены многие факты, события предвыборной кампании в Житомире. Видимо, не все факты, события, которые были, попали в этот фильм. Но, тем не менее, я думаю, что основное здесь все-таки есть. Это уже история. Но история, которую нам предстоит еще осмыслить. Февраль этого года выдался в Житомире бесснежным. Во всем чувствовалось приближение весны. А нарастающая температура политических страстей предвыборной кампании, казалось, еще выше накаляла городскую атмосферу. 11 февраля на стадионе проводил массовый предвыборный митинг «Народный рух Украины». А в это время на Октябрьском бульваре у входа на стадион проводил митинг «Гражданский фронт». На нем была оглашена резолюция, в которой предлагалось существующим структурам власти добровольно передать власть в руки народа в лице Временного координационного совета, включающего представителей всех движений. И предлагалось эту передачу власти произвести через неделю, 18 февраля, в здании обкома партии. Сегодня же, 11 февраля, здесь, на стадионе, эти люди этого еще не знают. Они собрались, чтобы встретиться с кандидатами в народные депутаты от «Народного руха Украины», выслушать их предвыборные программы. В начале митинга было обнародовано заявление «Народного руха Украины», подписанное Иваном Драчом, Дмитром Павлычком и другими. В нем, в частности, говорилось о том, что слухи о якобы готовящихся рукам еврейских погромах безосновательны. Областная газета «Родянская житомирщина» через три дня напишет об этих двух митингах. ГФСП за закавказский вариант дальнейших действий, немедленно отстранять законные органы власти, брать власть в свои руки. А «Народный рух Украины» за парламентский вариант развития. Наступил острый момент в ходе предвыборной политической борьбы. По городу поползли слухи об экстремистах из ГФСП, о предстоящем погроме. Людям советовали не выходить на улицы. Поэтому митинг по обсуждению общественно-политической ситуации, назначенный городскими властями на 18 февраля, несмотря на холодную погоду, собрал многих житомирян. В самом начале происходит инцидент. Лидерам гражданского фронта предлагают покинуть президиум митинга. Первый секретарь горкома партии Журба говорит, что этот стадион уже слышал крики, свист, уже видел всплески эмоций. А сегодня наша задача в том, чтобы успокоить город. Но спокойствия не получается. Сторонники гражданского фронта во главе с лидерами покидают митинг. Напряжение растет. Люди, подогретые слухами, тревоги. Ведь еще вчера газета «Родянская житомирщина» опубликовала обращение горкома партии к жителям города, в котором говорилось, что лидеры гражданского фронта окончательно сбросили маски. Им нужна власть. Для достижения своих амбициозных целей они хотят вывести людей на площадь, не думая о возможных последствиях. Митинг продолжается. Ораторы выступают. Одни зрители уходят, другие остаются. Столь нужный диалог, который мог бы привести к разумному согласию, не состоялся. Противоборствующие стороны и их сторонники разошлись по разным углам. Как тут разобраться неприученному к тонкостям политической борьбы, столкновению мнений простому человеку? Ведь и те, и другие говорят вроде бы правильно. Выступают за демократию, против бюрократов, демагогов, карьеристов, чиновников. И еще тревожит вопрос, будет ли предрекаемый штурм старой власти? Прольется ли кровь? Дойдет ли до этого и в Житомире? Одна из центральных площадей города – площадь Советов. Здесь находится здание областного совета народных депутатов, городского совета народных депутатов. Никогда еще здесь не собиралось столько людей. Разве что, когда нашему земляку, академику Сергею Павловичу Королеву, памятник открывали. Но тогда время другое было. А сегодня, 18 февраля, лидеры Гражданского фронта содействия перестройки, их сторонники, покинувшие митинг на стадионе, проводят здесь свой митинг. Сопредседатель Гражданского фронта, журналист, уволенный с работы, Яков Зайков, призывает присутствующих к выдержке и спокойствию. Он говорит о том, что в наступившее время каждый человек должен иметь право на личные убеждения, социальную справедливость, должен быть политически и экономически свободен. Общественные организации должны иметь независимую печать, когда бы не было паники и кровавого психоза, раздуваемого среди населения средствами массовой информации подконтрольными властям. Выступали другие ораторы. Многие желающие получили слово. Возможно, тон их выступлений не всегда был дипломатичен. Речи не всегда отличались глубиной. Не все выступления воспринимались слушателями спокойно. Что ж, какова наша культура? Но, наверное, главное, что мы учимся слушать друг друга, даже если наши мнения расходятся. И в итоге никакого штурма, никаких погромов, никакого кровопролития. 25 февраля на центральном стадионе вновь состоялся митинг. Его устроители, областные и районные власти, точно определили направление мероприятия в состоянии экологической ситуации. В этом вопросе в городе накопилось столько проблем, столько неясностей, что становится понятным участие в митинге практически всех общественных движений. А для кандидатов в народные депутаты это последний шаг в свои позиции, так как через неделю выборы. На встречу со своими избирателями пришла наш народный депутат СССР Алла Александровна Ярошинская. Митинг ведут зампредседателя обл. сполкома Готовчиц и председатель райисполкомов Каледин и Ткаченко. Выступающих много. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алла Александровна рассказала о чиновничьем бюрократическом подходе к проблеме обеспечения безопасности людей, проживающих в радиоактивно загрязненных районах Житомирщины. ГУМАНКОВА В заключении митинга, хоть и не принята была резолюция, так как были предложены два альтернативных проекта, появилось ощущение, что диалог все-таки состоялся. ГУМАНКОВА Последняя неделя перед выборами была очень напряженной. Кандидаты в депутаты завершали предвыборные встречи. Доверенные лица кандидатов, можно сказать, охрипли, убеждая избирателей голосовать именно за своего кандидата. Заборы, стены, окна, столбы, все было оклеено листовками. Кто-то одни листовки срывал, вешал другие, свои. Вдруг пошел слух, что кандидаты от ГФСП вскрыли припрятанный дефицит на обувных складах возле собора. 3 марта, накануне дня выборов, возле собора вновь собралась большая группа людей. Перед ними выступил кандидат в народные депутаты УССР Суганяка. Несколько часов длился этот митинг. Однако, вряд ли это могло что-нибудь изменить. Уже были использованы все возможные приемы предвыборной борьбы. Простуженная Ярошинская из последних сил поддерживала своих соратников. Даже такие рукописные листовки, житомиряне, у гражданского фронта нет мяса, нет гречки, которыми пытаются завоевать ваши голоса. У нас есть смелые, честные, мыслящие люди. Тайко, Суганяка, Мельничук. Даже такие листовки уже не меняли положение. Завтра избиратель проголосует свой выбор. Весна вступает в свои права. Это время уже вошло в историю. Но это было начало. Начало того трудного пути, на который мы стали. Пути, который должен привести к нас к нормальной жизни, к цивилизованному правовому государству. Пути, который никогда не может быть легким. И мы видим сегодня эти сложности. Мы видим сложности в том, что ухудшается экономическое положение. Мы видим сложности, связанные с политической ситуацией. И если быть честным, то нужно сказать, что и дальше будут ухудшения. Это связано с тем, что меняется система и политическая, и экономическая. И никому здесь не бывает просто. Есть и другие обстоятельства, которые тоже попутно действуют. И не действует именно в том, что трудности пока еще нарастают. Но эти трудности преодолим. И вот здесь нам нужно спокойствие. Нам нужно гражданское спокойствие. В этом основа того, что мы можем, мы должны выйти на нормальную человеческую жизнь. Я думаю, что мы достойны этого. И это будет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ